Французы созрели для свободы не более американских негров. Франция как будто бы укушена бешеной собакой. Я возмущен теми ужасами, которые совершаются отвратительной французской нацией. Граф Воронцов, англофил, ставший англоманом, которого английский посол в Петербурге Уитвард называл англичанином. Даже английскую кухню он предпочитал не только русской, но и французской. Ярый сторонник союза с Англией, вне зависимости от интересов России. Воронцов поддерживал своих британских друзей даже в противодействии российской политике на Кавказе. Зачем Россия ввязывается в конфликты в Закавказье за непроходимыми ущельями? Я не понимаю, какой может быть интерес в том, чтобы поддерживать этих грузин? Не было в мире ни одной империи, которая бы не принесла сюда кровь, разрушения, попытки уничтожения грузинского народа. Эти стены помнят римлян, византийцев, османов, персов, монголов, русских. Михаил Саакашвили, 2005-й. Действительно, какой интерес поддерживать этих грузин, которых, кстати, накануне подписания Георгиевского трактата оставалось всего-то 250 тысяч. Активно поддерживая, можно сказать, направляя из Лондона дворцовый переворот 801 года, когда был убит Павел I, Воронцов исходил именно из этих своих пробританских позиций, что весьма укрепило его авторитет в Лондоне. Его родной брат Александр, возглавивший после переворота так называемый «Особый комитет по образованию флота», утверждал по предмету назначения своего комитета, что России в том ненадобности, ни пользы не предвидится. «Посылка наших эскадров в Средиземное море стоила нашему государству много. Делали несколько блеску, пользы никакой». Граф Александр Воронцов, 1802. Последовательно англоманский комментарий к известным победам русской эскадры Ушакова в Средиземном море, которое, как вы помните, британцы воспринимали как свое озеро. Посол Воронцов заложил основы той дипломатии, которая вовлекла через полвека Россию в ловушку Крымской войны. Сейчас бы мы назвали эту дипломатию Козыревской. Стратегическое партнерство с США означает стратегическое партнерство со страной. Нравится нам США или нет, но это та страна, которая сегодня в значительной степени определяет мировой экономический и финансовый климат. И, конечно, желательно быть за столом, когда делят пирог. Вообще-то в подобном контексте термин «стратегический партнер» переводится на русский как «прихлебатель». Надеждам Воронцову не сразу удалось сбыться. После устрелитского поражения Россия заключает телезитский мир с Наполеоном. Главный смысл для Бонапарта присоединение России к континентальной блокаде Англии. Для России, кстати, весьма обременительной. Англия является главным потребителем русских товаров. Уже более века, как весь английский флот строился на русском сырье. Сосна, лен, смола, пенька. Не говоря уже о хлебном экспорте. Тельзит – это, по сути, пакт Риббентропа-Молотова 19 века. Россия пытается улучшить свои позиции в Европе накануне большого столкновения – уйти от войны в условиях изоляции.